Друзья, вы уже посмотрели ролик про черешню. Черешня – это, конечно, очень интересный, прибыльный товар. Но на логотипе у нас нарисовано яблоко. Не стоит забывать, что у нас более чем полтысячи полудносящих садов яблони, плюс молодые посадки. И, конечно же, летом проводится огромное количество работ. Система подкормки, система защиты, плюс так любимые нами зеленые операции. Поехали посмотрим, чем занимаются колхозники в начале лета. Редактор субтитров А.Семкин Итак, ребят, вот мы приехали на квартал. Вот этот первый ряд весь шел, обрезал я, и теперь пора на нем проводить зеленые операции. Вы, кстати, смотрите, здесь яблочки висят. Значит, обрезал неплохо. Конечно же, после зимней обрезки мы опять видим, как дерево начинает жить, размещать удаленные нами побеги и начинает пускать новые свежие веточки. Они могут быть нам нужны, не нужны. И для того, чтобы убрать не нужные, мы проводим зеленые операции. Зеленых операций огромное количество. Самое разное количество приемов мы можем проводить их секатором, выламывая их руками. Но цель одна – сделать так, чтобы дерево закладывало почку, меньше вступало в пазу вегетации и сохраняло свою крону для урожая на следующий сезон. Зеленые операции включают в себя несколько этапов. Первая работа с зоной штамба. Вот убери сразу эту штучку там. Зона штамба, как я уже говорил, должна быть чистой, чтобы мы не повредили кирбицидами листок на дереве. Вторая зона – зона кроны и верхушка. В верхушке мы должны выделить центральный проводник. Пойдем возьмем секатор. Ну вот там сейчас два проводника. Вот идет центральный проводник, а вон идет его конкурент. Конкурент надо удалить. Паш, на каком расстоянии от центрального проводника должно быть все чисто? Зависит от того, как растет дерево. Обычно мы убираем от 5 до 10 сантиметров. Ну все, вот мы выделили центральный проводник, и яблоня пошла в рост. Далее мы работаем с кроной, с центральным проводником и продолжением наших скелетных ветвей. На центральном проводнике у нас всегда будут выбиваться однолетние побеги. Вот наша однолетка, которая вышла из центрального проводника. Выглядит вот так. Конечно, нам не нужна такая длина. Сколько он уже? Сантиметров 70, наверное, да? Сантиметров 70, но нам это не нужно. И чтобы сдержать его вегетацию и заложить почку уже к следующему сезону, мы применяем следующий прием. Чеканка. Прирезаем его где-то на 40 сантиметрах. Тогда у нас рост будет распространяться не на длину этого побега, а на закладку почки, которая будет сидеть вот здесь под листом. И на конце побега у нас вылезет два маленьких новых побега, которые будут на конце с плодовой почкой. Таким образом, мы уже заложим почку уже в этом году на этой однолетке. И к следующему сезону уже соберем с этой ветки урожай. Паш, а такой прием можно применять только на сильно растущих побегах, как здесь вот, которая 70 сантиметров? Или мне у себя в саду тоже можно выделить какие-то побеги, например, которые будут больше 40 сантиметров, и тоже сделать такой агроприем? Конечно, его можно применять на разных садах. Его можно применить на побеги, которые идут из центрального проводника. И также можно убрать продолжение ветки, которая уже у нас растет второй или третий год. Как мы видим, это вот здесь. В таком случае мы усилим закладку почки на двухлетней древесине. Вот как это сделано вот здесь. Вы видите? И новый побег у нас будет выглядеть вот так. Вот у нас пошли новые побеги. Но однолетка, она не будет полметра, 70 сантиметров длиной. Продолжение прироста, оно будет небольшое, максимум 10 сантиметров. Таким образом, мы сможем ограничить ее рост и заложить почку. Более того, очень интересный момент. Кстати, особенно важен для тебя, Антон. Однолетняя почка, которая у нас закладывается на однолетке, она более устойчива к весенним заморозкам, к морозам зимой. И таким образом мы точно будем уверены, что на этой однолетней почке мы получим хороший урожай. У нас на одном квартале, в самом углу сада, краем прошли очень сильные морозы. И мы видим урожай только на конце однолетних побегов. Далее мы должны бороться с жировыми побегами, так называемыми волчками, которые загущают крону, которые высасывают питание. Они нам не нужны. А как определить, это жировой побег или это, например, плодовый прутик? Или кольчатка. Или кольчатка, да. Вот, мы можем распознать плодовый прутик. Мы видим почку на конце. Дожди, дай с ним. Обычно плодовый прутик у нас растет не больше, чем 10-15 сантиметров. Мы можем видеть почечку на конце. Все, он закрылся. В следующем году мы с этого побега получим урожай. А подними вот то, что отрезал, покажи, что там просто листовые почки. Вот, мы видим. Как я уже говорил не один раз, на вертикальных побегах мы не видим закладки почки. У нас урожай закладывается только на горизонтальной древесине. Но при чеканке вы должны учитывать такой момент, что когда мы делаем срез на дереве, дерево стрессует. И мы должны сделать ее до начала июньского падения, чтобы дерево не скинуло из-за полученного стресса большее количество плодов. Поэтому, как только мы видим, что побег выходит на длину 30-35 сантиметров, мы его прирезаем. Мы переместились на другой квартал. Здесь лучше показать, как растут жировые побеги. Кстати, смотрите, здесь уже ходили мелом, чтобы плоды и листья не поджигались от палящего солнца Кубани. Друзья, на экстенсивных садах с широкой схемой посадки, с формировкой по типу чаши и разреженной ярусной системы мы часто встречаемся с проблемой так называемых волчков на крупных местах среза. Выглядят они примерно вот так. Вот эти однолетние побеги, которые закрывают нашу крону от попадания солнечных лучей, затеняют нашу яблоню, загущают крону и мешают равномерному нанесению препарата. И самое главное, берут на себя все питательные соки. Поэтому весной, как только эти побеги начинают расти, мы их выламываем подобным образом. С каждого дерева можно убрать от 20 до 40 жировых побегов. Таким образом, мы не перехватываем питание на древесину, которая нам не нужна. Мы открываем крону для попадания солнечных лучей, для внесения препаратов. И вы должны учитывать, что чем больше солнца попадает на яблоню, тем у нас лучше окрас на яблоке. И тем больше у нас витаминов для закладки плодовой почки на следующий сезон. Также, когда вы делаете зеленые операции весной, вы экономите на зимние обрезки. И дерево от полученного среза зимой не получает такого большого количества стресса. Поэтому в середине весны старайтесь делать зеленые операции, и ваше дерево скажет вам спасибо своим отменным урожаем. Так, вон вижу волчки, надо их убрать. Ребята, конечно, приемы, которые я вам рассказал, они хороши на садах экстенсивного типа. Но на интенсивных садах мы работаем регалисом для уменьшения прироста побегов. И работаем корнерезчиком. Это позволяет также уменьшить прирост. И хорошо способствует на закладку почки. Кстати, ребят, Паша присылал мне это видео, как они работают корнерезом, поэтому полистайте у меня ленту в инстаграм, там это видео есть. Ссылку сейчас вот здесь оставлю, поэтому заходи и подписывайся, если еще не подписан. Если вы внимательно смотрели видео про обрезку, которую мы с Антоном снимали в марте, вы можете помнить, что я говорил о таком приеме, как кербовка. Кербовка, так называемый полулунный надрез, мы делаем на центральном проводнике. К чему это приводит и как это работает? Сокодвижение у нас идет прямо под корой. Если мы подрезаем кору, для нас очень важно сделать это на глубине 2-3 мм, то мы останавливаем сокодвижение вот в этой зоне. Делать это нужно над спящей почкой. Таким образом, эта спящая почка за счет скопившегося пластического вещества дает вот такой вот однолетний побег. Вот мы видим кербовку. Вон сантиметров 40 точно, да? Да, вот кербовка себя пробудила, вот кербовка себя пробудила, вот мы можем видеть, вылезла почка, с которой мы уже в следующем году соберем урожай. То есть, другими словами, если у тебя на центральном проводнике по какой-то причине появились прогалы, где у тебя нет ответвлений, можно сделать кербовку и она может тебе помочь. Да, на дереве можно сделать 5-6 надрезов и 3-4 себя обязательно проявят, если дерево хорошо себя чувствует. Это один из самых древних приемов на обрезке, которые можно применить, но он до сих пор действительно работает. Вот, кстати, у меня в саду на некоторых яблонях есть такая проблема. В этом году, этой весной я не делал кербовку, но следующей весной я обязательно буду делать кербовку, чтобы у меня не было никаких прогалов и на центральном проводнике было максимум ответвлений. Ребят, извините, что отвлекаю от просмотра этого ролика, но тут такое дело, в процессе монтажа я понял, что он получается слишком длинный, там больше 20 минут, и я решил его разделить на две части. Это была первая часть, вторая часть выйдет через неделю, и там мы поговорим про схему защиты этого сада, поговорим про мониторинг вредителей и посмотрим на то, как поднимают плантаж, как подготавливают почву для свежих посадок. Спасибо тебе большое за просмотр, я рад, что ты досмотрел до конца, обязательно поставь лайк, напиши комментарий. Я думаю, что ты уже подписан, но если нет, подпишись на канал и увидимся через неделю. Пока!